Караганзинский певец Адам, который занял пятое место на международном песенном конкурсе «Новая волна» в Юрмале, на несколько дней вернулся домой. С юной звездой встретилась Людмила Батюшкина. Песня «Новая волна» Динара Адамс, который работает сейчас, увидела его в караоке и заключила контракт на 8 лет. Хотя в детстве Адам мечтал стать путешественником. Отец постоянно пел, всегда пел, всегда пел классическое оперное пение у него, у него драматический темор голос. И с детства, слушая его, рос на старых классических шедеврах. Мечта – это одно, а именно видение у меня было того, что я стану артистом. У меня, всегда я знал, что я буду артистом. То есть такое видение у меня было. В будущем, то есть как бы я себя в других амплуанах каких не видел. То есть я видел себя коммерсантом, бизнесменом, госслужащим. Девять месяцев, пока шла подготовка к конкурсу «Новая волна», Адам жил практически по-военному. Жесткая дисциплина, подъем, отбой, бесконечные репетиции. В первый тур в Москве прошли шесть певцов из Казахстана, во второй – один Адам. Если на родине певец привык, что шоу-бизнес в основном зарабатывание денег, то в Юрмале его поразил царящий там простор для творчества. Я не знаю, возможно, обиженные были, но я не знаю, там можно обижаться только на себя, потому что там было все честно, все, как бы всех трех победителей, которые там победили, первое, второе, третье место, я считаю, что они выбрали достойно. И они потому что показали все, что они умеют. Я мог бы исполнить лучше, но в силу того, что мне немножко не хватило опыта, не хватило там каких-то знаний, которые там применяются. Я вот немножко не дотянул, так скажем, хотя можно было спеть лучше. Певца поразило и отношение иностранцев к Казахстану. Они удивлялись, что здесь есть интернет, думали, Казахстан – это лишь юрты в степи. В финале конкурса приняли участие 16 певцов из 14 стран, в том числе Куба, Германия, Индонезия. В итоге пятым местом Адам остался доволен и надеется, это не предел его достижений. Мечтает прославить родную страну. И если уехать на время, то потом обязательно вернуться и жить здесь.